Мобильная группа Гомельска Гарваканкама протягивает мониторинг предприемства города. Сегодня она наведала химичный завод. На жаль, подстава для этого оказалась сумной. В минулом месяце на предприемстве загинул работник. Разом с членами мобильной группы на вытворчестве побывали и наши корреспонденты. Гомельский химичный завод – предприемство особливое. Тут есть небеспечные вытворчестве. Тому работа мобильной группы начинается за знамение с правилами техники безопасности. Плюс отримание сродков оховы без их находения на территории немогчима. Тут у Вогулі шмат правил, которые необходимо заховывать. С этой нагоды для работников распроцвали так званую карточную систему. У каждого работника есть три талона. Если есть нарушения, изымается сначала первый, второй, потом третий талон. В основном нарушения связаны с курением в неустановленных местах, либо неприменение средств индивидуальной защиты. Третий талон, если изымается, то ставится вопрос о целесообразности дальнейшей работы данного работника на предприятии. Порушать дисциплину на химзаводе не спробують. Середняя зарплата у полторы тысячи рублей и социальный пакет. Медстраховка и додатковое пенсийное страхование с фонду предприемства – такие умовы створены далеко не на кожные в творчестве. Неких значных заувах члены мобильной группы не выказывают. Гэта так само достатково редкий выник мониторингу. Что тычется нешчастного выпадку, який отбылся на химзаводе 24 лютого, то следство по им протягивается и кончатковые выники робить пакуль нельга. Кали мерковать по видеозапису, супрацовник грубо порушил правилы техники безпеки. И еще один факт, на який звертаю увагу керавник мобильной группы Александр Ключинский. Больше, как полова загинувших на вытворчасти, люди во взрослых прикладно 50 годов, які отпрацевали на одном месте не один десяток годов. С этой категорией населения должна быть отдельная проводиться работа, дополнительные разъяснения, возможно, что индивидуально как-то объяснять, но вопрос надо объяснять, потому что количество лиц по вине которых самих произошло, постоянно растет.